Город Брест на протяжении двух дней принимает участников Всебелорусского форума студенческих отрядов. Символично, что его начало было дано на территории Брестской крепости, месте, объединяющей многие поколения белорусов. Однако в этот раз, когда форум посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, начался он с торжественного шествия «Беларусь помнит». Это шествие является очень важным именно сегодняшний день и остальные дни, потому что недавно был День Победы, который мы празднуем. И очень символично праздновать это не только в День Победы, то, что наша земля является освобожденной, то, что нам дали жизнь наши предки, но также и в другие дни. Не зря отряды носят имена героев Советского Союза, то есть каждый чтит память героя, который воевал на их земле. И сейчас мы все собрались именно в Брестской крепости, чтобы объединить наших всех героев вместе и почтить им всем память сегодняшний день. Участники молодежного мероприятия возложили венки и цветы к плитам, где нашли свой покой защитники нашей Родины. Минуты молчания почтили их память. Мы видим после церемонии возложения цветов и церемониала вообще плиты Брестского некрополя, то есть ребята совсем по-другому себя даже ощущают внутренне, я уверен. Сегодня мы начали с акции «Беларусь помнит, помним каждого». Ребята пронесли портреты героев Беларуси, героев тех, кто Советского Союза, кто проявил себя в Великой Отечественной войне. Очень важно, что в рамках акции, их именами названы студенческие отряды, каждому отряду присваивается имя того или иного героя, либо человека, который проявил себя в Великой Отечественной войне. Второй точкой, куда отправились представители Всебелорусского форума, стал Республиканский патриотический центр, который расположен на Кобринском укреплении Брестской крепости. Именно здесь порядка 500 бойцов студенческих отрядов поучаствовали в трудовой акции. Кто-то трудился непосредственно в казармах, которые сейчас реконструируются. Кто-то занимался уборкой строительного мусора. Ну а некоторые из студотрядовцы работали на территории, где создается спортивное ядро. Работы хватало всем без исключения. Среди тех, кто вооружившись лопатой, работал в поте лица и представитель студотряда из Могилева Юрий Михалап. Я являюсь огромным патриотом своей страны. Я считаю, что каждый боец студенческого производственного отряда должен внести свой вклад в создание патриотического комплекса, так как это сближает ребят. То есть мы получаем возможность здесь поработать, познакомиться, пообщаться, узнать, кто чем дышит, кто чем занимается. Ну, это, скажем, это огромный опыт для ребят. Мы разделились на несколько групп. Кто-то помогал перетаскивать доски, кто-то ходил, согребал листья. Мы с ребятами вот разравниваем дорожку. Я так понимаю, будет это велосипедная будет дорожка или посредством будет и пешеходная. Во-первых, вы работаете сами на себя. То есть одновременно и для себя это все благоустраиваете. Сами сможете сюда прийти, насладиться всем этим. Во-вторых, это море знакомств, потому что собираются люди со всей Беларуси. И в-третьих, это и работа на будущее. То есть мы заботимся о нашем младшем поколении. Завершающим этапом первого дня стал зачетный разговор, где молодежь с почетными гостями мероприятия обсудили вопросы развития движения студенческих отрядов, а также актуальные общественно-политические темы. Среди основных вопросов – Всебелорусское народное собрание, 30-летие Института президентства и 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – возможность для трудоустройства молодежи. Очень знаково, что сегодня мы проведем и зачетный разговор вместе с кинопросмотром знаменитого фильма «Брестская крепость» под открытым небом непосредственно в самой Брестской крепости. Мы благодарны и руководству администрации крепости, обл. полкома, а также Министерству образования, поддержку руководства страны всего этого нашего движения. Ведь студенческие отряды сегодня – это бренд. Ежегодно свыше 50 тысяч трудоустроенных молодых людей формируют армию молодых ребят, которые готовы не только на словах, а делом доказывать своими поступками, трудовыми достижениями, ответственной работой развивать нашу страну. Это будущее нашей страны, которое сегодня собралось здесь, в Брестской крепости. Кульминацией первого дня форума стал просмотр под открытым небом кинофильма «Брестская крепость». Не знаю, студенцы.